Здравствуйте, меня зовут Семенов Александр, ученица 11 класса Республиканского лица интерната. Тема моей исследовательской работы «Семантика святого значения в якутских пословицах и поговорках», собранных Алексеем Мелисевичем Кулаковским. Актуальность темы исследования определяется, во-первых, слабой изученностью лексики якутского устного творчества, в частности, пословиц и поговорок. Во-вторых, святого значения в якутских пословицах и поговорках не были предметом специального изучения. Научная новизна работы состоит в том, что впервые проводится анализ семантики и характера функционирования в якутских пословицах и поговорках. Целью данной работы является выявление особенностей семантики святого значения в якутских пословицах и поговорках. Для достижения указанной цели требуется решение следующих конкретных задач. Первое – это выявить состав пословиц и поговорок с компонентами святого значения. Второе – установить семантику святовых слов в составе пословиц и поговорок. Третье – раскрыть роль цветового значения в формировании значений исследуемых пословиц и поговорок. Исключительно значимым является в наследии Алексея Алексеевича Колоковского специальное изучение устного народного творчества. Это работа якутской пословицы и поговорки, не имеющая до сегодняшнего времени разного по разносторонним представления значения и раскрытию живой функции малых шанров фольклора. Мы сделали классификацию цветов, разделили на ахроматические и хроматические. Из ахроматических цветов мы взяли черный цвет, белый цвет, а также из хроматических цветов мы взяли красный, зеленый и синий. Заключение. В данной исследовательской работе проанализирована семантика святовых значений в якутской пословице и поговорках, собранных Алексеем Алексеевичем Кулаковским. Большинство святовых значений в составе пословиц и поговорок являются образно-выразительными. Исследование якутских пословиц и поговорок показало, что семантическая структура святовых значений является сложной. Мы выяснили, что святого значения употребляется у лексических единиц лишь в немногочисленных пословицах. Таким образом, я хочу сделать вывод, что Алексей Алексеевич Кулаковский оставил богатый материал для изучения лексики якутского фольклора. Пословицы-поговорки, собранные Алексеем Алексеевичем Кулаковским, сохраняют актуальность по сей день и занимают отдельное место в области лингва-фольклористики.